Приветствую! Сколько людей посадили за уклонение от мобилизации? И какова судьба тех, кто получил условный приговор? С этими вопросами мы сегодня и разберемся. Также мы поговорим о том, могут ли привлечь к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации тех, кто не прошел ВЛК, а также могут ли призвать в связи с мобилизацией тех, кто получил условный приговор. Ну а теперь по порядку. Итак, мы будем говорить о судебной практике за сентябрь месяц 2024 года. Мы всегда это делаем с небольшой задержкой, потому что ждем, пока реестр полностью наполнится. Итак, по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая как раз и предполагает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, в сентябре месяце судебная система вынесла 80 приговоров. Из них 39 условных и 41 реальный. Что мы здесь видим? Мы здесь с вами видим уже который месяц превышающее количество реальных приговоров. То есть мы говорим о том, что позиция государства однозначно стала более жесткой. Если мы посмотрим историю, да, а собственно говоря, я делаю такие обзоры еще с 2022 года, то мы увидим, что в 2022 году мы могли наблюдать примерно 4-6-10% реальных приговоров. То есть из 100 приговоров было там 4-5-7 реальных приговоров. Сейчас мы видим при 80 приговорах в месяц 41 из них, больше половины реальных приговоров. При этом, как правило, ранее суды назначали наказание меньше, чем минимальное наказание, предусмотренное статьей 336. Что имеется в виду? Мы знаем, что санкция статьи 336 от 3 до 5 лет, но Уголовный кодекс разрешает судье назначить наказание меньше, чем минимальное наказание. То есть можно дать 2 года, можно даже год, можно заменить штрафом и так далее. И вот раньше суды часто использовали эту возможность. В этом месяце есть только 3 таких приговора. Всего лишь 3, меньше 10%. И в этих приговорах суды назначили 1 год лишения свободы. То есть вместо 3, 1 год. А все остальные люди получили наказание в виде 3 лет лишения свободы и будут его отбывать в соответствующих учреждениях. Но что же с теми, кто получил условное наказание, так называемый условный приговор? Что это вообще означает? Это означает, что человек признан виновным в совершении преступления, в данном случае уклонения от мобилизации. И суд посчитал возможным его исправление без изоляции от общества. Это значит, что после оглашения приговора такой человек будет считаться виновным, он будет считаться судимым, но он поедет домой. То есть из зала суда он поедет домой и, собственно говоря, если в течение того срока, испытательного срока, он не совершит нового преступления, то он и не будет отбывать наказание. При этом такие люди, естественно, имеют обязанность являться в органы пробации, отмечаться и все такое. Теперь идем к следующему вопросу. А есть ли приговоры за уклонение от мобилизации при том, что человек не прошел ВЛК? Нет. Таких приговоров нет. То есть на сегодняшний день, как и ранее, судебная система стоит на следующей позиции, что для того, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, он должен быть признан пригодным к воинской службе по состоянию здоровья. А какой вывод из этого мы делаем? Мы делаем из этого вывод о принципиальной важности подготовки к ВЛК, подготовке к прохождению вот этого медосмотра в ТЦК и ЕСП. И нравится это кому-то, не нравится, но подготавливаться к этому должны вы. И никто за вас этого сделать не может и не будет этого делать, потому что никто реально не заинтересован в этом. Поэтому если у вас есть проблемы со здоровьем, то готовьтесь к ВЛК, а уже не готовьтесь, вы уже должны были быть готовы. Потому что уже два с половиной года у нас идет активная фаза боевых действий и возникает вопрос, а почему вы до сих пор не подготовились к ВЛК. Но это отдельная история и мы поговорим об этом в отдельном видео. Сейчас мы фиксируем для себя факт, что человек подлежит уголовной ответственности только если он пригоден к воинской службе по состоянию здоровья. Теперь идем дальше. Если человек получил условное наказание, могут ли его призвать? Могут ли ему вручить повестку? Да, могут. Более того, мы же с вами знаем, что теперь в связи с изменениями законодательства можно призывать даже тех, вернее, брать на воинскую службу даже тех, кто получил реальное наказание. И то есть чисто гипотетический человек, который получил приговор за уклонение изначально, может оказаться в рядах ЗСУ. Ну, если он передумает, да, если он решит, что все-таки тюремное заключение это хуже, чем прохождение воинской службы. Те люди, которые на условном, которые, ну, собственно говоря, ходят по улице и все такое, им вполне могут вручить повестку и снова поставить вопрос о призыве. Да, вы скажете, но это же нелогично. С вами полностью согласен. Более того, есть позиция ЕСПЧ, который в схожей ситуации, правда, происходящей не в Украине, а в Турции, сказал, что попытки повторных призывов – это неправильно. И государство не должно повторно призывать человека и тем более повторно наказывать человека. Почему? Потому что, ну, это абсолютно нелогично. Он совершает одно и то же правонарушение. И что вот такое преследование, это там, с точки зрения ЕСПЧ, оно может приравниваться даже к пыткам. Ну, понятно, в качестве такого психологического, наверное, в первую очередь насилия. И пока у нас за все время активной фазы мы видели только один приговор, когда человек получил сначала условку, потом получил повестку. Даже три повестки он после этого получал, отказывался от них, и в итоге ему дали реальный приговор. Но там есть ощущение, что вот кто-то хотел, ну, мягко говоря, так догнать человека этого, да, что вот за ним принципиально ездили. Системно судебная система такой метод не применяет, к нашему счастью, да, и здесь, в этом плане судебная система соответствует позиции ЕСПЧ. Собственно говоря, вот такая у нас ситуация складывается по вопросу судебной практики за отказ от мобилизации, за уклонение от мобилизации. Кстати, под уклонением, как и раньше, судебная система понимает, как неявку по повестке в ТЦК, отказ от повестки ТЦК, явку, но отказ от прохождения воинской службы. То есть здесь, в принципе, ничего в этом плане не поменялось. Вот такая ситуация. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну, а я вам пожелаю традиционно удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.